Всем привет! Вы на канале Супер Мамы и сегодня у меня для вас супер новость. Хочу рассказать вам о долгожданной новинке Тули Слик. Эту коляску лично я ждала два года, когда она выйдет. И вот наконец-то она у меня. И теперь узнаете о ней и вы. Коляска уникальная в своем роде. Эта коляска может использоваться для двух и для трех детей. То есть сюда можно поставить дополнительно адаптеры и устанавливать два прогулочных блока, две люльки, люльку и прогулочный блок. И также на заднюю ось можно ставить дополнительную подножку, на которую может встать третий ребенок. То есть коляска такая, тяжеловоз для многодетной мамы, которая всегда проводит время со своими детками и должна быть мобильна. Модель очень удачна еще тем, что у нее узкое шасси. Шасси здесь всего 60 сантиметров шириной. В наших реалиях многие знают, что для мам ширина лифта играет большую роль. Поэтому часто мамы ищут именно модель с узким шасси. Так вот здесь вот проблем у вас не возникнет. Коляска может быть приобретена как для одного ребенка, так для двух, так и для трех. То есть здесь никаких ограничений нет. У меня она здесь в прогулочном варианте. Я ее покупала для своего малыша. Мы ее уже обкатали. Ходом коляски я крайне довольна. Она очень маневрена, тихая, юркая. Нигде меня не подвела. Хорошие проходимые колеса. Ну давайте сейчас подробненько расскажу вам о посадочном месте и вообще о характеристиках этой коляски. Есть поворотно-откидной бампер. Бампер отделан специальной эко-кожей, которая устойчива к разного рода повреждениям. То есть она такая гладкая, в то же время имеет какое-то нанесение такое приятное. Бампер у нас может откидываться как с одной, так и с другой стороны. Это очень удобно, особенно если ребенок, например, у вас активный и уже достаточного возраста для того, чтобы самостоятельно залезать и вылезать из коляски. Тоже здесь имеется, смотрите, вот такая вот классная ступенька, на которую он может забраться и затем уже забраться непосредственно в свой любимый гамачок. На гамаке подножка тоже пластиковая, поэтому беспокоиться о том, что у вас здесь будет постоянно грязь, не нужно. Вам достаточно протереть ее влажной тряпочкой, и она у вас всегда будет в идеальной чистоте. Высота спинки 50 см, глубина сидения 20 см, длина подножки 25 см. Ширина гамака 30 см, это размер стандартный, практически 90% колясок с гамаком имеют ширину 30 см. Многие мамы меня спрашивают, а не узко ли в этой коляске ребенку? Я могу сказать вам совершенно не узко. У меня ребенок до 3,5 лет ездил в гамаке на Baby Jogger версии и совершенно комфортно себя чувствовал в зимнем комбинезоне и в конверте. Здесь у нас имеются разъемные пятиточечные ремни безопасности. Здесь каждый ремешочек отсоединяется отдельно. Также вот эти верхние ремешки, они крепятся благодаря вот такой вот петельке. И вы можете отрегулировать высоту этого ремешка в зависимости от роста вашего ребенка. Плечевые накладки сделаны таким образом, что они у вас никуда не сползают и остаются всегда на месте. Это большой пример. Также поясничная накладочка тоже хорошая, очень мягкая. И паховая накладка также, которая зафиксирована и у вас никуда не будет сползать. Все ремни имеют возможности регулировки по объему. Ну, застегиваются они достаточно интересно. То есть для того, чтобы вам ремни застегнуть, необходимо сначала вставить вот сюда вбок ремешок поясничный и затем зафиксировать его ремешком плечевым. Если вам не хочется мучиться там и застегивать кучу ремней, да, вы можете просто сделать вот так. И у вас тогда коляска будет с трехточечными ремнями безопасности. Эти ремешки просто будут вот здесь вот у вас в сторонке лежать. Все зависит уже от вашего ребенка, насколько он шустрый и от того, насколько мобильно быстро вы должны застегнуть ремни. Гамак имеет возможность переставляться как лицом к миру, так и лицом к маме. Здесь вот по бокам есть кнопочки. С двух сторон вы их нажимаете, поднимаете гамачок вверх и выставляете его уже лицом к маме. Если у вас ребенок привык постоянно быть с вами в контакте, то вот такое положение для него будет более комфортно. Сам гамак имеет регулировку наклона. Он опускается в три положения, ну точнее он имеет три положения. Полулежа, лежа и сидя. Вот сейчас положение у нас полулежа. Вот это положение для сна. И есть положение сидя. Вот так это выглядит. В положении полулежа ребенка в принципе можно возить уже даже с пяти месяцев. Совершенно этого не бойтесь. Это абсолютно нормально. У вас ребенок будет гораздо комфортнее себя чувствовать, потому что в этом возрасте они уже хотят наблюдать за всем, что происходит вокруг. А в люльке начинают капризничать из-за того, что у них нет обзора, смело можно уже переложить в пять-пять с половиной месяцев в гамак и возить его в положение лежа или в положение лежа. То есть вашему малышу это никак не вредит. Подножка здесь также имеет регулировку. Регулировка у подножки здесь имеет несколько положений. Тоже она благодаря боковым кнопочкам производится. А вот, значит, вот такой вот гамачок. Когда полностью подножка опущена, у ребеночка здесь получается угол 90 градусов, завалов никаких нету, посадка ровная, многие дети такую посадку любят. Хороший большой капюшон. Капюшон имеет две основные секции. Плюс вы можете увидеть вот такой дополнительный козыречек черный, который при желании вы можете убрать. Вы можете его достать. Вы можете его просто отстегнуть. Он здесь крепится вот так на молнии. И если он вам мешает, вы его можете вообще убрать. Еще здесь дополнительно имеется секция на молнии. Секция на молнии делает капюшон достаточно хорошего объема. Ребенка закрывают очень хорошо. Это уже проверено на моем собственном малыше. И здесь есть вот такая вот шторка, которую вы, открыв, можете сделать вот такое вот большое, хорошее, проветриваемое окошко для малыша. Ну, в зимний период, или если холодно, ветрено, конечно, вы все это закрываете, и у вас ребенок туда уже ничего не поддувает. Есть смотровое силиконовое окошко. Оно на магнитиках. Очень удобно. Никаких звуков раздирающихся липучек они не издают. Ткань вся идет сует защиты 50+. Это тоже очень хорошо. Но, что мне еще здесь очень сильно понравилось? Мне здесь очень понравились колеса. Колеса хорошего размера. Передние 20 см, задние 28 см. Колеса, обратите внимание, достаточно широкие. То есть даже в зимний, сильно заснеженный день у вас проблемы с проходимостью здесь не будет. Коляска будет ехать. Хорошая амортизация. Амортизация здесь на всех колесах. На задних колесах амортизация находится вот тут. Она мягкая очень. И на передних колесах также у нас имеется достаточно хорошая амортизация. Передние колеса имеют возможность фиксации. Вот здесь вот нажимаете клавишу и вот у вас колесико уже зафиксировалось. Вы ее еще разочек нажимаете и у вас колесико уже в плавающем режиме. Обалденно удобная здесь корзина. Корзина мало того, что она вся закрывается. По бокам здесь есть две мокни, которые при желании, в общем-то, вы можете открыть. И у вас корзина будет тогда выглядеть стандартно. Но я, например, отношусь к тем людям, которые не любят, когда смотрят, что у них в корзине там находится. Вот для меня здесь корзина просто находка. Здесь есть вот такая возможность отогнуть вот эту переднюю панель и получить хороший доступ к корзине. То есть, если мне нужно что-то убрать или достать, мне достаточно отогнуть вот эту вот панельку. И затем поднять ее вверх, и она крепится на магнитиках. Это крайне удобная вещь. Складывается коляска очень легко. Складывается она, когда находится лицом к миру. Для того, чтобы у вас коляска стояла в сложенном виде, обратите внимание, что вот здесь приблизительно на два деления у вас должна быть выдвинута ручка. И вот тут внизу у нас есть рычажки, которые вы тянете на себя, и колясочка у вас сложилась. Хотите ее поставить, вот она у вас стоит. И вот так она выглядит в сложенном виде. Достаточно компактная, я могу сказать. Весит вот в том виде, в каком вы видите, 12 килограмм, 150 грамм. Я прям перед тем, как снимать видео, ее специально взвесила. Ну и для того, чтобы вам ее опять поставить на колеса, здесь нет никаких дополнительных фиксаторов. Вам просто достаточно опять рычажки эти потянуть на себя и коляску поставить на колеса. Вот для меня удобство сложения, разложения этой коляски тоже имеет большой вес. Ну, естественно, ручка здесь тоже регулируется. Ручка телескопическая, есть ножной тормоз. Он обозначен красной педалькой. Ручка регулируется благодаря зажимам, которые на ней расположены. И вы можете ее выдвигать на любую удобную для вас высоту. Регулировка от 93 до 110 сантиметров. В общем-то, вот такая вот замечательная модель вышла. Туля Слип. Мне коляска понравилась безумно. Она очень классная. Еще здесь есть фишка регулировка высоты капюшона. То есть, на какое расстояние по раме вы поставите капюшон, настолько он будет высоко у вас находиться. Ну, в общем, по-моему, рассказала обо всем. Весь текстиль съемный, все можно постирать. Стирать надо вручную при температуре 30 градусов. Коляска замечательная. Всем ее рекомендую. Очень удобная, юркая. Ход мне очень понравился. Маневренная. Качество на высоте, как и всегда, у Тули. Надеюсь, мой обзор будет для вас полезен. Если хотите больше информации, подписывайтесь на мой инстаграм. Супермама1513. Рада всегда видеть новых подписчиков. Всем пока. Хорошего дня. Продолжение следует...